Вот это утро, наверное, в 9 часов. Вечером вообще ее нет. Приходится в ванной играть и с тазиком мыться. Даже такой небольшой напор семью Зариповых очень радует. Ведь к вечеру на 10 этаж вода и вовсе не доходит. И так каждый день. Приходится иногда вечером, поздно вечером детей мыть. Часов в 11, пол в 13. Этот вопрос волнует не только жильцов верхних этажей. Сегодня специалисты выезжали на место и поквартирно измеряли давление воды. Оказалось, оно не соответствует нормам. Согласно постановлению правительства 354, холодная вода от 6 до 0,3 килограмма зависимый этажа. Горячая вода от 4,5 до 0,3 килограмма. Сейчас и разборы, и этот килограмм не успешивается. Вот вчера замерили, свартили, 0,3 килограмма. Это, конечно, естественно, недостаточно. Слабый напор воды – проблема жильцов двух домов. Шинников 36 и 38. Уже известно, чтобы решить проблему, нужно установить насос. Встает вопрос, кто это будет делать. Дом находится на гарантии застройщика ЖИК-НК. И управляющая компания считает, что исправить недочеты должен именно он. Я так думаю, они все-таки пойдут нам на встречу. И это явно, что тут надо ставить насос. Потому что мы менее 4 килограмм. Тут 3,3 вот сегодня замерили. Сейчас мы можем тоже пойти в отвал и замерить этот манометр. Такие встречи уже неоднократные. Представитель ЖИКа сегодня не пришел. Сказали, что насос поставят 30 мая. Заветная дата уже давно прошла, а насоса все нет. Оказывается, в ЖИК-НК не согласны с тем, что это их вина. Они считают, что ответственность несет водоканал. Мол, при составлении проекта не был учтен гарантированный напор. После обращения жильцов наши специалисты установили на разделе границ манометр для того, чтобы выяснить, даем мы такое давление или нет. Вот по ГОСТу, по нормативу 4 килограмма мы должны давать. Там сейчас идет 4,1-4,2. Основной прибор измерения давления холодной воды находится в подвале. Нормативный показатель на манометре должен быть не менее 4 атмосфер. Сейчас дневное время, когда многие жильцы на работе. Данные на приборе 3,6. Это максимальное давление. Сколько еще ждать жителям, когда начнут работу, не уточняют. В ЖИК-НК говорят в ближайшее время. А пока нижнекамцы решают проблему по-соседски. У нас соседи с 10-го, с других этажов ходят в другие подъезды на нижние этажи, чтобы помыть голову. Это нереально, потому что сделать у себя дома. Гульяник Матулина, Рафаэль Ракипов. Новости НТР.